Выборы казачьего атамана – старейший демократический институт в России. Командовать казаками может только тот, за кого проголосовало большинство из числа реестровых. На важное для всего бы толпашинского казачьего общества событие прибыли почти две трети казаков со всей республики, имеющих право голосом. От имени главы региона собравшихся поприветствовал председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Он отметил, что сегодня руководством субъекта многое делается по реализации государственной политики в отношении казачества. Поддерживаются различные позитивные инициативы. Казаки работают на постоянной основе, на государственной пограничной службе, в органах внутренних дел, в МЧС, несут службу в казачьих подразделениях, выполняют функции по охране порядком. Между главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской республике и казачьими обществами республики заключены договоры, соглашения о взаимодействии, в рамках которых, в частности, в ноябре 2019 года члены Зеленчугского казачьего общества оказали помощь в тушении лесных пожаров. В Баталпашинский отдел Кубанского войска сегодня входят 20 казачьих обществ, в рядах которых числится более 3000 казаков. В образовательных учреждениях функционирует 11 классов казачьей направленности, более 100 учащихся окончили кадетские корпуса Кубани. И, как было отмечено на сборе, в ближайшее время на территории республики будут открыты два центра казачьей культуры. Предстоит еще многое сделать, возрождая казачество с его славными традициями, многовековой самобытной культурой, формируя образ современного казака, уважающего свою историю, свои корни, православную веру. Только вместе, объединившись вокруг своего атамана, я уверен, получится в полной мере реализовать задачи, которые сегодня стоят не только перед казаками, но и перед российским обществом в целом. Приказом атамана Кубанского казачьего войска Николая Далуды на пост атамана Баталпашинского отдела была предложена кандидатура под ЕСАУЛа Игоря Шаховцова, прежде исполнявшего обязанности руководителя отдела. Он представил собравшимся свою программу. Считаю, что главным профессионально управлять отделом, представлять и защищать интересы казаков республики, грамотно руководить аппаратом отдела. Убежден, что атаман должен нести не только представительские функции и быть политиком, но прежде всего он обязан быть опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Как атаман отдела вижу свою работу прежде всего во взаимодействии с атаманами всех уровней, от районных и городских до станичных и хуторских казачьих обществ. В поддержку кандидата высказались атаманы районных и городских казачьих обществ. Зеленчутское районное казачье общество, атаманы, казаки, единогласно поддержали и сегодня проголосуют за кандидатуру Шаховцова Игоря Васильевича. Перед нами будут стоять и стоят сегодня серьезные задачи. И если мы не поддержим атамана, если мы сегодня выберем, и каждый будет там, как сказать, в своем княжестве решать свои дела, а не будем поддерживать, дело не будет. Поэтому я всех призываю и заверяю, тоже Зеленчутское районное казачье общество, Игорь Васильевич, вас будет поддерживать. Мы никогда не подводили войска, не подводили баталпашинский отдел, и сегодня не подведем. Мы вас поддержим, будем с вами и будем выполнять те задачи, которые у нас есть. С напутственным словом к участникам выборного сбора обратился первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков. Сегодня изберете атаманы, изберете руководящие органы, сегодня вы все засучите рукава и начнете работать, конечно, под их руководством, под их контролем, но работать все общества должны. Как уже сказал в своей программе Шаховцов, и хутор, и станица, и их район, и естественный отдел. Тогда будут какие-то результаты, тогда будут какие-то дела. Затем состоялась процедура голосования. Единогласно атаманом был избран Игорь Шаховцов. В казачьих рядах его знают давно. С 2000 года Игорь Васильевич работал в правлении Баталпашинского городского казачьего общества, а с 2014 года является председателем контрольно-ревизионной комиссии Баталпашинского казачьего отдела. Новый атаман принес присягу, пообещав добросовестно выполнять свои полномочия и быть верным и преданным казачьему войску. Обещаю служить ему до последней капли крови, всеми силами способствуя славе и процветанию кубанского казачества. Обязуюсь возложенной на меня долг службы выполнять с полной отдачей своих сил, имея в помыслах только пользу кубанского казачьего войска. По давней казачьей традиции избранному атаману трижды прошлись на гайкой по спине, чтобы не зазнавался и слушал наказы своих старших товарищей. Затем участники сбора решили еще ряд организационных вопросов, избрали первого заместителя атамана, членов казачьего суда, совета стариков, счетной комиссии. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.